Познавательная тропа. Познай боль, страх, ужас. Корреспондент нашего телеканала Илья Кочетков уже много лет занимается активным туризмом. Обычно ограничивался покупкой страховки от клещевого энцефалита, в этом решил еще и привиться. Но на последнее краевые власти наложили табу. Из-за пандемии коронавируса даже частные клиники временно приостановили вакцинацию. Накануне я звонил сюда, уточнял. Вы работаете? Да, конечно, мы работаем, говорили. Тем более сезон такой непростой, что касается активности клещей. И вот сегодня приходим, нам говорят, до свидания. Когда теперь начнем работать, не знаем. Нас закрыли. Вот такая странная ситуация. От одного спасаемся, зато другим рискуем. В Минздраве пояснили, вакцинация – это массовое скопление людей, поэтому она временно заморожена. Привиться можно, но лишь в потенциально опасных районах лесных – Михайловском, Волчихинском, Новичихинском и Первомайском. Причем получают вакцину лишь те, кто попадает в зону риска – те же лесники. Как только закончится эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, соответственно, мы сможем все это продолжить. Тем более, что сейчас никаких ограничений, связанных с временем проведения вакцинации против клещевого энцефалита, у нас нет. Большинство вакцины от энцефалита сейчас недоступна. Аргумент Минздрава – все должны сидеть дома на самоизоляции. Тем более, по их словам, в Барнауле благополучная эпидобстановка по клещевому энцефалиту. Правда, цифры говорят об обратном – 19,7 укушенных, как раз, жителей краевой столицы. Кстати, совсем скоро стартует еще и дачный сезон. А это значит, что количество пострадавших от кровососущих в городе будет расти. И получается, что обычная прогулка по приусадебному участку может обернуться трагедией. Валентина Аскерова, Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.